Танковый Версус Или четвертый панцер модификации F Вош или Т-95 Тип-16 или мобильная пушечная система на базе страйкера А почему бы не вернуться туда, где мы все начинали? Один из самых популярных резервных танков Против резервной машины с одноплоскостным стабилизатором Сегодня в бою сойдутся советский БТ-5 И британский А-13 Марк-1 Поехали! Для первого боя мы перемещаемся на теплые пески Ближнего Востока Здесь уже жарко, но скоро станет еще жарче Между танками несколько сотен метров Но это расстояние быстро сокращается Они на полной скорости едут в сторону друг друга Есть контакт! Танки стреляют прямо на ходу! Давайте разбираться! Британец-целеханик, снаряд прошел мимо А вот у советской машины выбит двигатель Это не случайно Если заметил, британец перед выстрелом резко замедлился, чтобы воспользоваться плечевым упором Да, на большой скорости от раннего стабилизатора толку немного Приходится подстраиваться Советский танк горит, но решает не тушить пламя, чтобы быстрее стрелять снова Сейчас обе машины на перезарядке Разница в скорости здесь всего 0,1 секунды Оба экипажа готовятся вести стрельбу? Огонь! Сплошной снаряд от А-13 вывел из строя советский танк А каморник от БТ-5 взорвал британца Ничья! Второй бой в джунглях Танки начинают почти вплотную Между ними всего полсотни метров А-13 съезжает с дороги к горе Пока противника не видать Да, мы на этапе кошек-мышек Обнаружить врага первым — половина победы БТ-5 тем временем забирается на возвышенность И да, замечает британца Позиция не самая удобная Придется выехать на противника Он не замедляется Наоборот, дает больше скорости А-13 успевает заметить угрозу Пытается навести орудие на цель БТ-5 в воздухе! Огонь прямо в прыжке! Прямое попадание! Выбит наводчик! Советский резерв спешно разворачивается Понимает, что успех надо закрепить Эй, 13 еще в строю — это хорошо Но ответить не может Придется тянуть время Почти! Но нет! БТ-5 стреляет в упор и уничтожает соперника Ах, шансы были! Но во втором раунде победа за БТ-5 1-0 Давайте еще раз посмотрим на выстрел, определивший исход схватки Вот БТ-5 оказывается в воздухе Открывает огонь Четкое попадание! Посмотрим, удастся ли британцу перехватить инициативу в последнем раунде Для решающего раунда мы прибыли на старейшую танковую карту — Карелия Холмы, впадины, камни Здесь много интересного рельефа, грамотное использование которого может определить исход боя Особенно на такой дистанции Между машинами меньше сотни метров Наши участники сразу берут этого внимания Они осторожно подбираются друг к другу, прячась за складками рельефа Да, уже понимают, где противник и не хотят подставляться Между танками буквально один холмик, но подходы к этому холму у машин принципиально разные Британец аккуратно выезжает на холм, может себе позволить Хватает наведения по вертикали, чтобы комфортно вести стрельбу и с этой позиции А вот советский танк хорошему ВН похвастаться не может Делает ставку на объезд, чтобы выйти на удобное огневое решение Как только появляется возможность — огонь! Прямо на ходу! Мимо! А тринадцать отвечает Выбил наводчика! Тут помогла стабилизация, плечевой упор Ситуация обратная тому, что мы видели во втором бою Теперь выживать нужно советскому резерву Задача — пережить следующий выстрел А там, кто знает, что будет дальше Посмотрим, удастся ли БТ-5 вырвать победу в последний момент Британец снова готов стрелять Выстрел! Советский танк уничтожен В третьем раунде побеждает А-13 Марк-1 Что же это получается? Один-один? Да! Участники дрались как львы Но ни один из них не смог доказать свое превосходство над соперником В этом «Версусе» побеждает... Да никто не побеждает! Впервые в «Версусе» ничья! Новый выпуск «Танкового Версуса» смотрите ровно через неделю Бой, который мы вам обещали чуть ранее М60А2 против «Леопарда» 1А5 Да, возвращаемся к ОБТ Делайте ставки в комментариях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова